Уважаемая Луна, хочу в первую очередь сказать вам огромное спасибо за вашу искренность на проекте. Очень хочется пожелать вам, чтобы в вашу жизнь пришла настоящая взаимная любовь. Очень хочется, чтобы вы были счастливы. Вопрос. Илоночка, а вы занимаетесь пошивом свадебных платьев? Вот у меня, например, скоро свадьба, хотелось бы, чтобы... Занимаюсь, люблю. Дело в том, что сама никогда не была замужем, поэтому очень много души вкладываю пошив свадебных платьев. Как будто для себя шить каждый раз. А там нельзя написать, вот на наборах, мужчина, мои мечты, не бойся, действуй. Сейчас я напишу так вначале, мы где-то вставим. Если он читает, ну знаешь, бывает как, ну, неуверенность себе, да, будет, да, ну, я там, наверное, столько там, ой, согласна. У нее там, наверное, боже, там все хорошо, и... Хороводы водят вокруг. Да, вот, там какие-то работы, боже. Работа дом, дом работы, психоработа у меня. И гей-клубы, ну все. Гей-клубы, дом, работа, все. Разбавьте жизнь. Так, вопрос от Ирины. Илон, это действительно супер, твоя ставка... А, это мы уже писали, я что-то потерялась. Вот, Наталья. Илона, вы очень классный человек, я вам просто хочу пожелать обычного женского счастья, неземной любви, море улыбок, вы в работе, большое вдохновение. И как минимум миллион преданных вам друзей, каждый из которых всегда будет вас во всем поддерживать. Очень много пожеланий, просто не вопросов, а пожеланий. Таня, Илона, а как начиналась ваша карьера как модельера-дизайнера? Начиналась с того, что, во-первых, я с трех лет, как это быстро звучит, я начала шить с трех лет. И я, да, то есть я уже не представлялась, то есть это как часть моей жизни. Это не то, что я вот сидела-сидела, потом вдруг придумала стать дизайнером. То есть оно уже все, это уже все произошло, по-моему, это уже там в небесах было написано. Вот, и началась с первого конкурса, 18 лет я выбрала итальянский конкурс, первое место, подарили, главный приз была шлейная машина. Вот, а вообще у меня 18 конкурсов по всему миру, 18 дипломов, первые места, как дизайнера одежды, обуви, поэтому это все началось фактически с детства. Заканчивали что-то, как ты платила? Я закончила Китайский техникум легкой промышленности и КТУП, ну, Академия технологии и дизайнеров. Христина. Илона, как можно в таком возрасте быть настолько неопытной с мужчинами? Неужели ты не знаешь, что нельзя показывать сразу, что влюблена? Ты таяла перед ним, как школьница. Я считаю, что лучше таять перед мужчиной, как школьница. И я считаю это огромным плюсом. То, что даже, ну не даже в моем возрасте, да, в моем возрасте, что я, у меня опыт огромный вообще, общения с мужчинами. Я могу даже поделиться, дать взаймы, беспроцентный кредит дать даже по отношению. Ну, просто он мне вызывал и то, что, сейчас скажу, то, что я даже при своем опыте таяла перед этим мужчиной, говорит о том, насколько он классный. И в моем возрасте, а как в моем возрасте, а что такое с возрастом? Это что, диагноз? 33 это диагноз? Никогда не знала о таком диагнозе. Первый раз слышала. И легче всего говорить со стороны, глядя это все там по четвергам в 8 часов вечера, со стороны нам всегда кажется, что кто-то сделал по-другому. И поверьте мне, даже при моей харизме, при моем опыте, уверенности в себе, проект просто был очень тяжелый. И вести себя по-другому я не хотела и не могла. Алла. Так, вот по поводу показа, который будет во Фридоме. Кто будет демонстрировать одежду, профессионалы, профессиональные модели или приглашенные звезды? Журавска, Кривошапка, Ткаченко приглашены как гости? Или будут принимать участие в показе? Нет, но они хотят попасть на мой показ. Кстати, мы уже говорили с режиссером. Демонстрировать модель будут профессиональные модели, конечно. Но у меня был опыт, да, у меня и 4 короля в показе работают у меня, друзья, и не ангелы, и Вольнова. Ну, в общем, многие люди. Каля Денко. Вадим пишут, зайдите в группу ВКонтакте, там вас очень любят, приглашают вас, по сути. Нет, ВКонтакте надо сделать. Там у вас, кстати, есть официальная фан-группа. У меня? Да. Да вы что? Да. Вот лично, боже, на боже. Да, лично Илона Куц, посвященная вам группе. Так что срочно ВКонтакте. Просто меня взломали в Одноклассниках и взломали мои странички профайлы. Только в Фейсбуке я еще осталась живем. А так все, мы взломали все псу. Бешеная популярность. Брусы и минусы. Алина пишет. Илона, я тебя люблю, ты замечательна. Хотелось бы больше тебя видеть на проектах. Анна, Максима, забей. Получше мужчину найдешь. Мария. Привет, Илона. Очень жаль, что Максим тебя не выбрал. Бываешь ли ты в Крыму? Будешь ли участвовать еще в каких-то проектах? В проектах на СТБ, на пекельной кухне, там шеф-порт. Потому что я их готовить вообще не умею, абсолютно. У меня даже нет дома плиты. Поэтому это было бы интересно. Во всяком случае, народ бы там обрдался, глядя на то, как я готовлю яичницу. Ну, был бы ярко. Ну, второй сезон, когда нашел пола. Пока больше никуда не приглашали? Пока что нет. Ну, там есть какие-то там наметки. Следующий вопрос. Илона, ты очень интересная, яркая личность. Я тебе желаю удачи и любви. Ответь, пожалуйста, кому из девушек ты желаешь победы на этом проекте? Только честно. Кто, на твой взгляд, больше всего подходит Максиму? Ну, по-моему, больше всех подходит, ну, как бы из того, что осталось, да, вот Яна, если уж так брать. Потому что других девочек я так толком не узнала, так, ну, кто они, как они. Ну, Яна, что просто очень маленькая, еще молодая. И она может не выдержать просто этого напора. Потому что Максима, я понимаю, что он на репетициях, его, может быть, там, месяцами нет дома. И к этому нужно относиться с пониманием. Но в 21 год, мне кажется, еще такое понимание не переходит. Ну, нет такого. Она будет отличная, ну, быть сей дома, рожать детей, все будет хорошо. Вот в этом смысле вот она ему подходит. И у нас, скажите, пожалуйста, чихотелок вы побачите в финале тех, кто там есть зараз. Юля, здравствуйте, Лоночка. Вы очень позитивный, искренне открытый человек. В отличие от большинства участниц, на вас было безумно приятно смотреть и наблюдать за вами. Скажите, пожалуйста, разрешилась ли ситуация с угрозами на проекте? Очень за вас переживаем. Так, 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 это уже все было. Ольчик. С кем на шоу было очень тяжело? С кем подружились? За какую участницу болеешь? Ну, с кем, допустим, было очень тяжело? Кристина Красовская, Надя и Саша. Все, все, все было с темно и легко. Подружилась со всеми остальными. 25 минус 3, значит, 22 человека я подружилась, 3 не застыковалась. Хотя в конце уже и с Кристиной. Я ее простила, потому что она человек мягкий и подается влиянию. А за это нельзя обижаться. Сейчас я посмотрю, может быть, еще какие-то вопросы пришли. Потому что пошли повторы, но неинтересно. Уже об этом говорили. Мужчины таки смотрят это телешоу. Да, да. После работы или работы, а потом еще и после тренировок прихожу домой и хочу хоть час отдохнуть с рюмкой Кока-Колы. Раньше это были окна, дом 2, а теперь холостяк. Илона, для вас вопрос от мужчины. Парень вроде бы добряк, красавчик и все такое, но на одной внешности далеко не уедешь. Уж больно он скучноват и тормозит. Чем же, кроме внешних данных, он прилег в ваше внимание? Мне одна хорошая знакомая сказала, что от скуки сбежала бы от него за 5 минут. Дело в том, что он, кроме внешности, таланта, у него есть еще такое качество, которое я обожаю у мужчин. Это харизма. И то, что видели... Парень из акклозов. То, что видели на проекте, это всего лишь одна... Ну, не то, что грань, а там маленькая сторона медали. На самом деле он намного интереснее, он не скучный, он классный. Я его обожаю. Меня такие мужчины инфлямируют. И если у мужчины, который после тренировки домой прибегает, смотрит к холостям, значит, ему не с кем смотреть. Потому что если он сегодня как око-ко-ко смотрит, значит, он один. И если у него есть харизма, темперамент... Сейчас скажу, что еще, что-то такая искра и сексапивность, то welcome to paradise. Приходите в ателье. Так, Елена. Здравствуйте, Илона. Вы безумно красивая, талантливая, светлая девушка. Отдайте, пожалуйста, пару советов, как, несмотря на все жизненные трудности, идти дальше, бороться за свое счастье. Нужно никогда не вставать, верить в светлое, ну, скажем, в розовичное будущее. Да, оно все равно придет. Иногда даже самый неожиданный какой-то момент. Я в это верю, несмотря на то, что у меня такого момента еще не было, но все равно я верю. Потому что я ненормальная. Ну, я не перестану. Пока в человеке живет мечта, ребенок до тех пор не жив. А когда все проходит, когда остается черство изнутри, считаю, что ты живой тут. Я считаю. Юля, Илона, ты очень интересная личность. Вопрос. Как тебе удалось не придушить тупую девочку Надю? Это же какая сила воли должна быть? Я себя держала в руках, в ногах. Я сдерживала себя всеми фибрами души. А потом просто посмотрела на меня с другой стороны, и у меня ничего кроме жалости к ней, ни никакого другого чувства. Даже ненависть не могу с ней испытывать. Просто жалость. А жалость и ревность это два самых ужасных чувства, я считаю. Они мне не присутствуют. Это был наш последний вопрос. Спасибо, Илона. Завершающее слово для наших зрителей. Ой, зрители мои дорогие, любимые. Хочу пожелать мужчинам, если зрители мужчины, уверенности в себе, любви к женщинам, уважения, ласки. И не бойтесь, не бойтесь делать поступки. Потому что мы женщины, мы поэтому скучаем по этим поступкам. Как говорили, это уже нормально. Мы перестали лазить в окна любимым женщинам. Я хочу, чтобы ко мне кто-то в окно залез, фанат какой-то мужчина, с цветами, без цветов. Ну просто я такое люблю. И мужчины перестали делать поступки. Они покупают дорогие машины и думают, что благодаря дорогой машине они, значит, уже все в дамках. Это не так. Может быть без машины. Дейте на велосипеде, но быть мужчиной. Барышни, не смотрите в паспорт, не смотрите на свой возраст. Любите, не будьте быть открытыми, не делайте это подвалью и все. Любите мужчин, любите себя в первую очередь. И будьте богинями.